Несмотря на карантин и ограничения в Айтикибийском районе, работы идут полным ходом. Так, на проселочных дорогах укладывается качественный асфальт и близится к совершению капитальный ремонт стадиона в поселке Тимирбека-Жургенова. Что касается местного населения, то жители района активно занимаются посевом сельскохозяйственных культур. Водители и пассажиры, проезжающие по дороге, могут передохнуть в придорожном кемпинге. Данное здание было сдано в эксплуатацию пять лет назад. Здесь есть столовая на 100 человек и гостиница на 50 человек. Сотрудники работают 15 дней посменно. 40 человек работает. У нас вахтовый метод работы. Люди приезжают с городов и сел. Есть и повара, и водители, и техперсонал. У нас комплекс придорожного сервиса класса А. Придорожный кемпинг построен и оборудован по последнему слову техники. Изнутри украшен национальным орнаментом. Кроме того, сданы в эксплуатацию заправочная станция, баня и прачечная. А это улица имени Сейдалы-Орозалина в селе Курабутак. Сверху дороги насыпали гравий и разровняли. Утвержденный в июне проект будет завершен осенью. 69 миллионов 400 тысяч было выделено на эти работы. Уже есть договоренность 100. Помимо этого, на четырех улицах проводятся ремонтные работы. На дорогах засыпан щебень. Теперь приступят к укладке асфальта. В этом году было отремонтировано 5 улиц. Теперь готовится сметная документация на еще одну улицу. Качественные дороги будут построены и в небольших сельских поселениях. В Курабутаке 29 улиц. На периферийных улицах даже основания нет. Просто земля. В планах провести ремонтные работы на трех улицах. Уже документы необходимые подготовили. Помимо этого, в населенных пунктах Янбекту, Жаруткель, планируется также провести средний ремонт дорог. Запрашиваются средства. В селе Тимирбека Жургенова озелено большая спортивная площадка. Работы выполнены на 80%. Стадион принадлежит средней школе имени Макжана Жумабаева. Теперь сельская молодежь может свободно заниматься различными видами спорта на траве. Есть и круговая беговая дорожка. Из местного бюджета на этот год было выделено 107 миллионов тенге. Общая смертная стоимость. На конкурсной основе 95 миллионов выиграла компания из Алматы, которая приехала к нам и проводит необходимые работы. Выражаю благодарность компании. Работы проводятся на высшем уровне. В этом году в Айтикибийском районе высажены первые 500 гектаров подсолнухов. Было засеяно 900 гектаров пшеницы. Мы сейчас находимся на поле 500 гектаров. Посаженный подсолнечник. Это мы сеем первый раз его. Думаю, что в этом году у нас получится взять семочку, сдать, получить масло. В целом, я думаю, что мы первый год занимаемся этим. Второй год сафлором занимаемся. Думаю, что у нас должно получиться. Был бы дождик, будет урожай. По району засеяны зерновые культуры на 219 тысяч гектаров. Есть также разновидности кормовых и масличных культур. Есть определенные требования, поставленные нам государством. К примеру, нужно разнообразить сельское хозяйство. Нужно сажать не только ячемень и пшеницу. В 2019 году посажено 315. В прошлом году 4000 гектаров. В этом году по району 10 081 гектар посажено. В Актюбинской области открылся завод. Теперь есть куда сдавать. Раньше не сажали, потому что некуда было сдавать. К тому же стоимость пшеницы и очеменя дорогая. Здесь полным ходом идут ремонты и строительства социальных объектов. К примеру, в этом году были отремонтированы крыши шести домов культуры. Деньги выделены на проектно-сметную документацию капитального ремонта Дома культуры Целинник в селах Тимирбек и Жургеново, в селе Жабасак и Айке. Это касательно сферы культуры. А молодым специалистам, которые приезжают в район, оказывается всяческая поддержка. Девяти специалистам выдали жилье. Обеспечен доступ к интернету. В прошлом году к мобильной сети подключили восемь сел. За этот только год в селах Сарат, Кумкудок, Тамабулак был проведен скоростной интернет 3G. Установили вышки там. Также из местного бюджета были выделены деньги, чтобы положить асфальт на трех улицах. Из 24 тысяч человек, проживающих в районе, более 300 стоят в очереди на получение жилья. В планах построить 16-й квартирный дом для многодетных мам. Владимир Федотов, Салтанат Нургалеева, Гулия Айтуганова, Миржан Аманжолов, Телеканал Актобе.